Наша съемочная группа проехала по нескольким центральным парковкам города. Здесь продолжают обманывать неосведомленных дончан. Требует за час стоянки в этом месте 5 гривен. Только завидев машину, люди в спецодежде уже показывают, куда остановиться и как лучше это сделать. Завидев камеру, парковщики стоянки на крытом рынке сразу убегают. А сколько стоит парковка? Кого? Парковка сколько стоит? Микрофон убери. Парковка машин в самом центре города Валерий занимается уже 7 лет. О законе про паркоматы слышал и то, что люди имеют право не платить за стоянку, тоже знает. Но такого права им не дает. Не хотят платить, отправляют на стоянку, где бесплатно. На вопрос, где паркоматы, показывает кассовый аппарат. Мол, он выдает такие же квитанции. Считает, что его работа законна, поэтому и выполняет ее добросовестно. А часто бывает такое, что водители приезжают и говорят, что нет такого закона, чтобы я платил, я не буду платить? Не, ну конечно, это получается. И что вы делаете? Ну ничего, что можно делать? Наше дело маленькое. Просим, чтобы переехали на бесплатную. Ну нормально водители, они понимают, что это работает опять. Мы с творческой исполнителя, то есть от нас это мало, что зависит. Но у большинства парковщиков нет даже кассовых аппаратов, поэтому куда идут деньги в карман или городскую казну, отследить сложно. При этом стоимость одного паркомата больше 60 тысяч гривен. Большому городу, такому как Донецк, необходимо минимум 35, говорят в горсовете. Пока в казне мегаполиса на такие покупки денег нет. Сейчас ищут инвесторов. А платные стоянки продолжают работать. Говорят так, хотя бы парковщики следят за порядком, постоянно убирая мусор. Есть инвесторы, которые готовы зайти и установить, сотрудничать с нами. Но они боятся работать, потому что нет штрафных санкций за неуплату парковки. То есть они как бы ждут, что комитет министров примет поправки к законопроекту и внесет все-таки хотя бы не эвакуацию, хотя бы блокировку колес. Наблюдаем картину, когда 2-3 человека из 10 оплачивают парковку. Сами же водители скептично относятся к платным парковкам. Говорят, только некоторые стоянки города соответствуют необходимым нормам. За сохранность машины ответственности не несут. Места практически не оборудованы, а деньги за стоянку требуют немалые. Рассказывают, что если отказаться платить, парковщики даже угрожают испортить автомобиль. В таких случаях рекомендуется вызывать милицию. Как показал наш эксперимент, заведев камеру, парковщики перестают быть такими требовательными. И после отказа платить за парковку просто уходят, говоря о том, что это личное дело каждого. Парковки, соответствующие евростандартам, в Донецке, по всей видимости, появятся еще не скоро. В Донецкой городской казне на покупку специализированных автоматов пока нет денег. Поэтому водителям ничего не остается, как платить за парковки по старинке. Ольга Шилкина, Алексей Костюк, Панорама.